Итак, это, естественно, ТК Плюс 2, мы с вами продолжаем. Я, честно говоря, тупанул и совершенно не подумал о том, что действительно у нас в термал-серии съесть абсолютно все машины, которые заменяют вот эти разливочные столы и прочее. Сорян, бывает. Ну вот, это из-за того, что постоянно отвлекаюсь. Соответственно, я тут начал немножечко автоматизировать. Во-первых, вот здесь вот я автоматизировал сигналем. Точно так же, как мы с вами, ну, до этого автокрафтили там древесину и прочее. Сюда подаю, соответственно, медь, пыль и редстоун. Это все сюда потихонечку приходит. Получается сигналевая пыль. Сигналевая пыль уходит сюда. Дальше у нас, ну, естественно, по системе хранения передается в адекционную плавилку и скапливается в виде слитков здесь. Это раз. То есть у нас таким образом еще накапливается... Накапливается ли медь? Ну, вроде накапливается немножко, но... Не знаю, мне кажется, все-таки она как-то так, знаете, на одном и том же уровне примерно. А вот серебро. Я специально здесь поставил улучшение. И серебряная пыль как раз накапливается. Потому что нам еще понадобится с вами, помимо всего прочего, электриум. И сами понимаете, что электриум это, естественно, золото и серебро. Ну и золотишко тоже нужно будет измельчить. То есть, в принципе, можно, чтобы не париться, дробитель туда приспособить, как вариант вот этот. Потому что мне не так много измельчителей. Ну, не суть важна. И вот сюда я тут сделал нагромождение. Но, опять же, так как здесь уже давно нет никакой эстетической красоты, я сюда его поставил для того, чтобы... Кстати, я забыл про тебя. Для того, чтобы все было под рукой. Не в том плане, что под рукой, а чтобы не нужно было далеко трубы вести. Потому что здесь уже все абсолютно проложено. Электричество здесь проложено. То есть, чтобы никакие другие дебри там не проводить отдельные как раз кобеля. Вот. И сейчас единственное, что мне осталось, это, собственно говоря, в мульте сервопресс, который будет делать вот это вот шестеренки, листы. Осталось просто для него сделать вот такой вот шестереночный штамп. Нам понадобятся эмбаровые пластины. Если не ошибаюсь, они у меня есть. Я их случайно наляпал. Я помню, что хотел шестеренки сделать и положил туда... Там пластины, в общем, делил. Где пластины делались. Положил слитки. У меня получились как раз листы. Что, собственно говоря, нам сейчас с вами и поможет. Это же, естественно, не единственный штамп, который мне понадобится сделать. Именно поэтому это очень хорошо. Как ты меня бесяшь. Вот это место просто... Бесит. Меня просто раздражает. Вот. Именно поэтому очень хочется закончить сейчас тогда уже эту вот сборочку. Да пройти ее и, может быть, перейти к какой-то другой. Вот. Соответственно, мы с вами сюда закидываем... Стоп. Я сейчас что-то говорю. Нет, 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 нет. Отдай. Отдай. Я сейчас не то делаю. Фу-фу-фу-фу-фу. Нет. Сюда я вот сейчас на самом деле заболтался. Забылся. И... Начал делать шестеренки из этого самого... Из свинца. Нет. Из свинца мне нужны не шестеренки, а листы. Чтобы их делать... Подожди. А если я просто вот так вот выберу мультисервопресс, у нас с вами нет... Подожди. Ничего не нужно туда класть. Просто кладем туда сам слиток и делаются пластины. Вот. Вот это совсем другой разговор. Так. Давайте еще раз. Бамс. И сейчас пойдут пластины, по идее. У нас сейчас медь... Ой, медь. Сминец, естественно, больше нигде не используется. Поэтому... Все отлично. Нам только вот это и нужно. Из пластин уже в свою очередь... Я не знаю, это тоже автоматизировать можно, но это все такое... Ужас какой-то. Просто ужас. Это просто ужас. Сколько же здесь вот такой мелкой противной работы, которая... Честно говоря, из одного агрегата в другой перетекает. Вначале это все выглядело очень-очень интересно, очень забавно. Я просто увидел у иностранных ютуберов эту сборку. И мне понравилось. Я же не стал смотреть до конца, как там все это идет. Но зачем? Хочется самому потыкаться, поразбираться. И вначале мне очень понравилось. Но в глубине тут оказалась куча вот этой однообразной работы. Ладно, все хорошо, друзья. Так. Как помните, я хотел сделать за кадром немножечко... Я сделал 12. У нас еще есть и элитный, и адванс. И вот в процессе того, как я вот это все делал, я понял, что... Нет, мне это заколебало. Я больше не хочу это делать вручную. И начал заниматься автоматизацией вот этого продвинутого и элитного текиума. Ultimate. Ну, в принципе, тоже можно. Блин. Сразу вот это опять же придется делать. То есть сначала нужно будет сделать кристальную пыль, которая... Ну, это легко. Ладно, хорошо. Она в измельчителе получается. Из измельчителя она будет передаваться в... Это самое... Стоп. Еще один измельчитель. Получается пыль. А пыль уже в свою очередь будет передаваться в плавилку. И туда же придет... Нет, не это. Просто алмаз и изумруд. И будет получаться вот такой вот как раз кристаллин. Это... Вот это легко, потому что тут получается только один ресурс. Руда. Два измельчителя. Индукционная плавилка. Вот эти ресурсы алмаза и изумруда. У нас их там безграничное количество. Вот. Дальше. Это тоже легко. Листовой металл это просто. Делектрическая паста. Вот это нужно. Вот это нужно. Но чтобы это сделать, у нас возникает проблема. Нам понадобится эссенция. Понимаете? А эссенция? Эссенция это... Эссенция это вот здесь. Хм. Черт. Пожалуйста, не увеличивайся. И чтобы к нам к ней перейти, нам понадобится незнакомый предмет. Блин. То есть, это мы с вами прошли. Улучшенный крафт. Экстендед крафтинг, да? Наверное, вот сюда нужно потихоньку переходить, я так понимаю. Назеритовые слитки. Ultimate Techium. Но давайте сначала доделаем автоматизацию хотя бы продвинутого Techium. То есть то, что я... А. Верняк. Полинский. Алюминиевый листовой металл. А, я еще поспешил. Ну ладно, пускай. Пускай свинец стоит. Плевать на него. Пускай стоит свинец. Нам все равно. Нам просто нужно поставить то же самое, но с алюминием. У меня где-то остались эти самые. Ну-ка, подожди. Да, у меня есть еще дроверы. Давайте возьмем 4 дровера. Пускай с собой будут. Вот. И вопрос следующий. Могу ли я прямо здесь еще подсоединить сюда в эту систему? Ну, могу. В принципе, ну тут... Да хватит мне передавать эту ерунду. Я тут так прикинул. Я, наверное, где-то здесь это добро поставлю. То есть... Так будет даже, не знаю, спокойнее для меня. Потому что сейчас уже слишком шумно. Мне все это раздражает. В мультисервопресс у нас, естественно, вот сюда будет передаваться. Давайте, пойдем. Вот сюда это добро. Отсюда это будет забираться. Хм. Я смогу тут пробраться? Да, отлично. Хе-хе-хей. Собака, я ненавижу это место. Она везде мне передает в карман что-нибудь. Вот. И сюда уже будет поступать алюминий. Алюминий у нас тоже, как понимаете, огромное количество. То есть с этим никаких проблем. Идешь в мультисервопресс. У тебя настраиваем сейчас вниз. Ты отдаешь. Сзади ты принимаешь. Процесс пошел. Все. Так, и следующий момент это сталь. Про сталь я забыл. Нам нужно делать сталь. Мы можем делать в мультисервопрессе... Да какой? Индукционные плавилки из коксового угля и железных слитков. Соответственно, если мы сейчас с вами посмотрим в систему коксовый. Коксовый уголь есть. Но этот коксовый уголь это то, что я туда по идее закладывал. Да? Нет? Не знаю. А мы можем... Здесь слишком много криозота. Здесь слишком много криозота. Криозот перестал отсюда уходить. Это, честно говоря, проблема. Если я не ошибаюсь, мы можем, в принципе, слив сюда подключить. И слив будет просто выливать воду... Ну, жидкость. Да? Просто в пустоту, как вариант. Я просто думаю, может быть, действительно эффективнее слив сделать. Из... Immersive Engineering, если не ошибаюсь, там был слив. Ну-ка посмотрим. Делается он довольно-таки просто. Сейчас, если я его найду. Вот. Выходной шлюз для жидкости. Вот так это называется. У нас он где-то есть. Я просто не знаю, где он. Сейчас попробуем просто подключить. Глядишь, может быть, получится. Ох, хорошо. Я прыгнул-то, на самом деле. Копнул тут. Как четко. И если я тебя подключу... Ну, условно... Я бы тогда убрал бы, на самом деле, к чертовой матери все эти генераторы. Они абсолютно не нужны. Он пустой. Он сюда не подключился. Оу, 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 оу. Получилось. Все, вот таким образом мы с вами будем его вещи сливать вот туда. Да, все, отлично. Тогда нам не нужно. Все. Я перемудр... Ну, слишком перемудрил, на самом деле, с этими генераторами. Еще там эти 80 ТРФ тик нам нафиг не нужны, когда у нас там 2000 с лишним вырабатывает реактор. Зачем нам это? Все, окей. У нас с вами теперь безостановочно здесь производство опять коксового угля. Не очень быстрое все-таки. Есть смысл поставить еще одну коксовую печь. Сделал быстренько себе еще коксовых кирпичей. Немножко перестарался. Там еще, на самом деле, очень много его жарится. И вот возникает, да, маленькая проблемка. То, что нам сейчас понадобится еще один жидкостный насос. Еще вот вся вот эта система. Потому что по-другому она не будет оттуда добываться. Но нам не нужен другой слив. Мы можем просто эту систему подключить вот сюда. Да. Ну, ладно, сейчас сделаем. Так, стоп. Да, все хорошо получилось. Окей. Давайте-ка... Я даже не знаю как. Вот так откроем. Вот. Это пошло сюда. Дальше. Отсюда заберем еще кирпичи. Еще это добро. Тоже будет храниться здесь. Вдруг мне еще одну понадобится. Ни с того, ни с сего построить. Но я очень сильно надеюсь, что больше не понадобится. Погнали. Сделаем насос. Сделаем... Нам нужен коннектор. Это же релешка? Нет, это... Это релешка. А вот там коннекторы. Я с этой релешки могу, естественно, скинуть напряжение. Нормально. Поставим вот сюда. Да. Мы с вами, по идее, должны доставать оттуда. Очень сильно надеюсь. Есть. С релешки. Фух. Отлично. Отлично. Теперь. Это сюда. Трубы у нас пойдут вот вверх. В том направлении. Ну, давайте, наверное, все-таки. Чтобы не слишком далеко было. Вот так вот, да? Теперь. Здесь будет оранжевая. Вырубаем. И единственное, что мне нужно сделать, это сейчас забрать немножечко... Запустить процесс. Забрать немножко... А что, мало так? Давай больше. Угля. А, у меня просто был стак с собой, да? Сейчас проверим, работает или нет. А, ну да. Коксовый уголь получается. У нас с вами нету... Все. Это выкачивается и уходит туда. Я вот думаю, а могу я вот как-то вот без... Без этого обойтись? Могу ли я просто... У меня довольно-таки большое количество этих штук. Вот так вот давайте. Потому что та система у меня весит. Черт. Отсюда. Просто передать хочу при помощи вот этого добра. Это по идее должно работать и без... Правда, ты мерсив инжинирин, а там... Может не сработать. Попробуем. Пам. Работает? Работает. Нам не нужны никакие вот эти вот приблуды. Ну да ладно, бог с ним. Сделаю. И сделаю. И ладно, и хорошо. Уголь пошел обратно. Все. То есть эта система тоже работает. Единственное, что отсюда не забирается. Сейчас мы с вами это организуем. У меня есть импорт, который забирает предметы. Главное, чтобы он забирал не все предметы. А здесь импорт все. То есть смотрите, могу ли я... Черт, что здесь происходит? Почему разлив все равно продолжается? У меня какую-нибудь пару блоков выдайте. Видите, она очень густая. Она сюда заворачивает. А мне нужно, чтобы ты этого не делала. Просто сливалась вот сюда. Все хорошо. Так вот. У нас с вами вот здесь вот коксовый уголь. Вот здесь это печь. То есть если мы отсюда будем забирать предметы. И... Сюда будем их передавать. Я не знаю, вот это сработает сейчас? Нет. Так не забирается. Оно не подключено в общую систему, да? Ну ладно, хорошо. Я могу подключить в общую систему. То есть вот так вот. Банс. Оно забрало. Но поставило ли оно его вот сюда или нет? Давайте временно вот это отключим. Временно. Да, все хорошо. 375. 376. Все работает отлично. Ну, здесь вернем, как было. Фух. Ладно. Значит, можно и так. Это хорошо. Таким образом, добавили с вами в систему еще одну печку. Будет немножко быстрее коксовый уголь появляться. Можно будет потом по такому же принципу абсолютно добавить еще. И все будет хорошечно. То есть коксовый уголь плюс железный слиток даст нам сталь. А что у нас происходит с железом? Пойдемте посмотреть. 2589. 2590. Да, в принципе, хорошо. Ладно, пускай будет так. Соответственно, у нас с вами 814. Мне это нравится. 735 сигнале ума уже. Господи, куда мне столько. Как бы это все дело замедлить? Слишком быстро ты жаришь, мне кажется. Ладно, не хочу пока что этим заниматься. Бог с ним. Так. То есть нам сейчас остается. Почему здесь так все плохо? У нас разве есть какая-то проблема с медной рудой? Оу. У нас, видимо, действительно проблема с медной рудой. Хорошо, стоп. Вы писали, что сигнал... Ты откуда здесь? А откуда он здесь? А, я тебя нашел. Я нашел дыру в своей системе. Я нашел, куда все это девается. Если я положу обратно, оно все падает здесь. То есть, если я здесь... Сейчас поставлю какой-нибудь очень большой сундук. Хотя бы вот такой вот. Окей. Вот и нашлась эта дурацкая дыра. А я, помните, все говорил, что у меня куда-то исчезают предметы. А я подключил трубу, получается, к конвейеру. Конвейер работает как приемник. Я туда закидываю вещь. И он выдает ее в первый попавшийся приемник. Я не знаю, почему именно сюда он ее выдает. Но он ее выдает вот сюда. Соответственно, теперь он будет выдавать его мне в этот сундук. И сундук мы с вами тоже должны подключить в систему. Но это сложнее. А, нет, не сложнее. Все хорошо. Мы сейчас подключим. Я понимаю, что можно и другими кабелями это все дело проводить, но мне не хочется. Я уже привык к этому. Вот так вот. То есть... Продолжаем эксперимент. Вуаля. Все. Фух. Но больше с вами не будем терять вещи. Я-то думал, где, куда вещи деваются. Нет, они действительно все. Они потеряны, потому что оно падало здесь. Лежало какое-то количество времени. И исчезало просто в тартарары. Вот оно куда выплевывалось. А, черт. Какой же трэш. Вы не представляете. Ну, сколько вещей сгорело таким образом. Всяких этих пластин, железных труб, жидкостных и прочего-прочего. Все это улетало туда. Я только сейчас это заметил. Ну, блин, ну это не очевидно, что это именно так. Ладно, хорошо. Самое главное, что мы это нашли. Лучше поздно, чем никогда. Что у нас с вами там? 491. Нормально. Процесс пошел. И теперь нам нужна индукционная плавилка. Я не знаю, у меня хоть что-то осталось на нее или нет. Вот это меня, конечно, раздражает. То, что мне постоянно их приходится делать. У меня закончились Blast Furnace. Вот такие вот. Сколько я могу сделать. Вот, теперь я могу кинуть их обратно. И увидеть их в системе. Могу же увидеть в системе? Ну. Ладно, хорошо. Вот так вот. Бам. Да, вот они в системе. Все, они опять в системе. О, мой бог. Как это не очевидно-то, а? Как же это как? Как? Вот так. Вот так вот. Вот так не очевидно. Бывает такое. И теперь мне остается просто где-то, где-то где-нибудь. Я просто думаю, где? Тут у нас далеко трубы эти. Тут уже наша эта система. Ну, в принципе, она мне не мешает их. Я бы не просит. Я просто ставлю индукционную плавилку здесь. А под нее ставлю... Вроде оно не должно присоединяться никуда ничего, да? Нишнего никаких телодвижений не будет происходить. Это пошло. Да плевать. Банс. Энергию сейчас мы тебе подадим. Подожди. Подожди, не грусти. Раз. Энергия пришла. Вот так вот мы здесь с вами застроим все. Живого места не оставим. Так, теперь... Бам-бам. Сзади у нас синее, снизу оранжевое. Сюда будет приходить что? Железо и... Сейчас мы с вами возьмем один слиточек железа. И в принципе вот сейчас это обратно положил. Он уже положился туда или нет? Вот полстака. Или куда? А, ну-ну. А это откуда здесь? Вернись сюда. Ладно, друзья. Это очень интересно. Это очень интересно. Так, сюда пойдет железо и коксовый уголь. Блин, коксового угля, конечно, мало. Я сейчас весь абсолютно потрачу. Но может быть сделать еще одну тогда печь? Как вариант. Всего 877. Там где-то еще в системе просто есть. Вот это плохо, что он не возвращает в нужный инвентарь, а вот таким образом работает. Ну да ладно. На самом деле это не так плохо, как хотелось бы. Все. Мы это закидываем сюда. Нет. Че-че-че-че-че-че-че-че? Подожди. Сейчас он наполнит сначала коксовый уголь. Потом наполнит стак железо. По идее, должно сработать так. Это можно сюда положить. Давайте посмотрим, проверим. Использование всего 20 рефтик. Заполнил. Пошло железо. Начала производиться сталь. Фух. Да, сегодня у нас с вами весело. Весело. Очень много всяких разных открытий. Он просто будет хавать абсолютно всю сталь. А так бы я хоть какое-то количество стали мог бы сделать здесь. Но я могу просто хранить отдельно в отдельном сундуке. Да, стали? То есть я могу взять сейчас железные слитки. Вот так вот. Бах. А это у меня... Ну то есть на какие-то... Какие-то нужды у меня все равно в стали появляются. Какие-то там, ну, потребности стали. Хоть чуть-чуть какое-то количество там-сям слитки нужны. Но сейчас просто все будет перелопачивать. То есть абсолютно всю сталь, которую мы с вами храним. И с этим я не знаю, что делать на самом деле. Так. Соответственно. Сталь у нас пошла. Потихонечку плавится. И стали мы можем теперь делать в мультисервопрессе. Вот он он. Вот шестеренка. Мы можем делать, естественно, стальные шестеренки. Которые нужны на создание продвинутого такиума. Обычно я просто делал их вот здесь вот. А почему здесь лежит эта штука? А, это она. Это типа рецепт того, что получится. Интересно, кстати. Как хорошо, красиво сделано. Так вот. Мультисервопресс. Мультисервопресс. Куда его поставить? Там мы ставим мультисервопресс. К нему подключаем оттуда подачу стали. Да, он сейчас будет абсолютно всю сталь хомячить. Причем хомячить очень-очень быстро. Это меня напрягает. Но да ладно. Плевать. Самое главное, что это мы с вами сделали. Сталь у нас с вами начала крафтиться. Стальные, естественно, шестеренки. Ну и, в принципе, у нас дело за малым. Это просто поставить еще один вот такой вот верстак. Давайте попробуем. А на него тоже нужно, кстати, кокс в угли. И я боюсь, что мы очень много сейчас коксового угля будем в сталь превращать. Ну да ладно, бог с ним. Давайте продвинутый. Просто делаем продвинутый. Не такой вот, такой вот один. Раз. Готово. Базовый продвинутый. Нам нужно, естественно, автоверстак сделать. То есть, теперь мы берем сундуки. Четыре штуки, по идее. Ну давайте вот так вот. Делаем четыре деревянные воронки. Готово. И делаем сейчас автопродвинутый верстак. Базовый верстак. Автобазовый верстак. Продвинутый нам не нужен. Таракота. Таракота. Иди вот сюда куда-нибудь пока что. Плевать на тебя. Вот. То есть. Это подключено в систему. Система это видит. Нам теперь. Забери обратно. Все, забери обратно. И не жадный. Теперь. Вот это нам нужно отсюда убрать. Сделать обычную воронку. Где у нас железо? Железо? Вроде там уже почти три тысячи. Да, это хорошо. Обычная воронка готова. Она пошла вот сюда. Это пошло вот сюда. Сверху обычный, пожалуйста, сундучок. Можно просто вот так забрать. Поставим его вот так вот. Хорошо. И нам нужно сейчас здесь выложить алюминиевые пластины. У нас должны быть где-то алюминиевые готовые пластины. Вот три штуки, да? Но мы можем... Черт. Да забери обратно. Так вот. Алюминиевые пластины у нас должны быть и здесь где-то теперь в огромном количестве. Потому что мы же их с вами делаем. Давайте вобьем сюда по-английски алюминий. Пять тысяч. Вот пластины, да? Хорошо. Нам нужно, ну, хотя бы вот так вот. Плевать. То есть... Нам нужно выложить по-быстрому, потом shift-левую клавишу мыши. Давайте. Хоп. Нет. Не так. Вот так вот. Вот так вот. Оп. И возвращаемся сюда. Все, рецепт готов, да? Вот. Осталось всегда к тебе подключить экспорт кейбл. Кабель. Ха. Да. Там чуть дальше придется проложить это добро. Да нет же, подожди. Вот у нас. Тут это я просто химичил, экспериментировал. Так вот. Сюда нужно просто еще положить алюминиевых пластин, которые в системе. Смотрим. Процесс пошел. Да. Все нормально. Таким образом делаем с вами листовой металл. В принципе, оно же все забьется, да, в какой-то момент. И больше крафтить не будет. И снова наполнится там. Начнется. Ну ладно, хорошо. Вы написали, что это позволит увеличить скорость. Да? Скорость? Срок? Хорошо. Это очень круто. Это реально очень круто. Не знаю, что делать с углем. Задницу. В общем. Он довольно-таки быстро появляется, но также быстро исчезает. Он быстро исчезает, потому что ему сейчас нужно насытить систему плавки. И насытить вот сюда измельчитель. Ну как видите, нормально. Все, окей. Это не может не радовать. Дальше. Оттуда забирает система золотую пыль, и она должна отдавать ее вот сюда, нет? Отсюда забрались алюминиевые пластины. Забавно как. Такое ощущение, что сюда пришли какие-то вещи, которые я сюда раньше выкидывал. Не знаю. Нет, это мне просто так кажется. Вот. Как видите, стали ноль в системе. У меня там есть в отдельном сундучке немножко. И 19 шестеренок здесь. В принципе. Конечно, автокрафт это хорошо, но нет. Давайте не будем сейчас это все сливать в адванс вот эти вот автокрафт. Я думаю, что нужно сделать то же самое. А у нас, кстати, кстати, у нас абсолютно все сделано, кроме электриумовых шестеренок. Смотрите, в чем фишка. То есть, я сделал сейчас все ресурсы для вот этого добра. Они все теперь делаются, кроме инвара. Инвар это смесь железа и никеля. Нет, стоп. Инвар тоже делается. Инвара 8000 в системе. Ладно, у меня есть. Я тут сделал продвинутый автоверстак за кадром. Я просто хотел автоматизацию делать. И типа, потом такой, ладно, не буду делать. Потом такой, все-таки нужно сделать. Ну, в общем, туда-сюда меня колбасило. Не знал делать и не делать. И в итоге не сделал. Вот. Но. Все. Это отменяем. Теперь у нас есть абсолютно все. Это абсолютно точно и железно. Давайте сделаем один сундук. Сделаем воронку. И как минимум мы можем превращать сейчас вот эти basic текиум слитки в продвинутые. Потому что basic мне уже шибко не нужны. Хотя бы половину сделаем, да? Ну, хотя бы тоже там штук 400 продвинутых advanced. И потом можно просто будет систему остановить. Потому что вот это я остановил. Это съело всю бронзу. Абсолютно. И только сейчас потихонечку бронза начала восполняться. Потому что у нас на самом деле меди нету в системе. Ну, ладно. Я медь промухал сам, я понимаю. Но сейчас она восполнится. Нужно было, наверное, делать два добытчика меди. А я поставил только один. И мне казалось, что этого достаточно. Но я могу поставить еще один. Вообще не беда. Сейчас мы все это дело настроим. Давайте чуть побольше возьмем. Вот так вот. Хорошо. Сигнали. Тоже за пасиком. Естественно. Стак. Вот этого добра. А ты же... Тебя видно в системе? Да, вот он. Хорошо. И делаем с вами вот такой вот апгрейд. О, не хватило, блин. Ну, как же так-то? Ладно, мы можем сейчас это отменить. Теперь я могу спокойно отменять. Ничего не боясь. Давай-то туда. Система это должна увидеть. Черт. А, да. Я еще вот таких штук очень много потерял. Вот таким вот образом. Вот так вот делал банс. А оно улетало там и падало на пол. Черт. Я такой типа, что происходит? Что происходит? Что не так с этой модификацией? Ну да, да, да. Ладно. Так, поехали. Стак апгрейд. Подожди. Нам сначала нужно все выложить. То есть, пускай это будет вот так вот хотя бы две штуки сюда. А, ну естественно, что творю. Advanced. Бам. Все. Это запомнилось. Фуф. Ненавижу эту систему. Ну то есть, если там неправильно немножечко нажать, то оно что-то как-то начинает дурака валять. Еще раз. Шестеренка. Сигналиум. Нет, не сигналиум. Нам сигналиум не нужен. Нам нужен инвар. Вот, инвар. Бутылочки. Теперь мы с вами это вот сюда кладем. Шестеренка. Блин, зараза. Одна шестеренка. Пожалуйста. Бутылочка. Что-нибудь наполняется, нет? Вот это беда. Вот это меня раздражает. Этой системе очень нравится, чтобы у нее все было по стаку здесь. А потом она уже, типа, остальное начинает заполнять. Теперь она хочет что? Наверное, захочет стак бутылок, нет? Шестеренки. Ну вот, и таким образом мы с вами спустя полгода, да? Да уж. Мы наконец-то автоматизировали продвинутый текиум. По той же самой схеме мне остается автоматизировать, естественно, элитный текиум. С ним все гораздо проще, потому что, ну, электриум легко получить. Мне просто нужно добавить в систему дополнительное производство железа, переплавку железа. Мне нужно поставить дополнительную добычу меди. Я это сделаю. Да, единственная проблема, которая у нас со всей этой восхитительной системой возникает, это отсутствие шестеренок. То есть мы сейчас можем, конечно же, эти шестеренки пихнуть вот туда. Система их увидела, принесла сюда. Все в порядке. И вот она по кругу сейчас начнет все это дело заполнять, заполнять, заполнять. Ну ладно, да. Это не очень быстро делает, но это делает. Это хорошо. То есть мне не перелопатит эту тысячу базового текиума там за полчаса. Это не может не радовать. Или там, условно, оставшиеся 165 бутылочек лаву. Ну, бутылок с лавой. Единственная проблема, знаете, с чем у меня есть? Со стеклом. Можно, в принципе, таким образом здесь сделать еще одну... Нет, не так. Еще одну вот такую сеть. Из-за этих, собственно говоря, агрегатов. Энергия пришла? Пришла. Слева будет поступать, снизу забираться. И, естественно, поступать сюда будет песочек. Это нужно было давно сделать. Все, руки не доходили. Просто загружал большое количество песка в джамбо фернес и все. Давайте. Кладем. Но дело не в руках. Дело в энергии, друзья. У нас не было энергии. У нас было очень все плохо с ней. Сейчас же, как понимаете, энергия появилась. И можно пойти проверить генератора, как у него там вообще дела, как он поживает. И не заканчиваются ли в нем ресурсы. Нет, он не ударит, только у меня. Нет. Да нет, у него все хорошо. Мне просто интересно. Может быть, я на данный момент столько в него воткнул. Сейчас из него столько питается энергии, что... Ему в них перестало хватать. Температура в нормальном количестве редстоун. Да, 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 да. Все, 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 все. У него упало. Он обратно врубился. У него упало. Он обратно врубился. У нас же с вами автономный режим включен. Я уж испугался, что... Не-е-е, все у него хорошо. Не мог я 2000 энергии сжечь. Ну, то есть, я поставил максимум 6 штук. Ну, это сколько? 6 и 4, ну, 240. Не больше. Зато у нас с вами есть стеклышки. Потихонечку пошли. Все нормально. Стеклышки плавятся больше. Я по этому поводу переживать не буду. И бегать вручную плавить. Сталь. Со сталью, да, есть... На пряги. Ну, я просто переживаю, опять же, за коксового угля. Я не хочу ускорять эту систему. Коксовый уголь набирается. Мне кажется, набирается. То есть, в принципе, нам система предлагает делать бутылки только путем базового автоверстака. То есть, мы выкладываем рецепт на базовом автоверстаке из стекла, и она делает бутылки. Окей, уже 11. Нормально так. Он потихонечку сюда попадает. Потому что стали мало вот сюда приходит. Вот. Но ничего, ничего. Она придет. Она придет. Все будет хорошо. Вот. Все. Этого нам абсолютно точно хватит. И потом просто останется сделать автократ бутылок. Это легко. Это даже неинтересно. Но на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Я надеюсь, вам понравилось. Мы сделали автоматизацию продвинутого текиума. Остается сделать автоматизацию элитного текиума. Но благо на него у нас вообще все есть. То есть, продвинутый самый противный был. С элиткой. Вот это у нас с вами делается. Электриум. Вот это единственное, что нужно сделать. Но это легко. Сами понимаете. То есть, опять же, поставим мультисервопресс. Он будет делаться. И поставим переплавку золота и серебра. Опять той же пыли, например. Да? Серебряной пыли. Потому что нам здесь так много не нужно пыли. Вот. И, в принципе, все. То есть, таким образом мы с вами сделаем продвинутый. Ну и просто нужно будет поставить где-нибудь здесь же. Или вот здесь же. Такую же систему. Такую же приблуду. И все будет хорошо. На это пока что все. У нас тут, как видите, просто какие-то, я не знаю, зебри из этих механизмов. А мне даже нравится. Это как-то выглядит по-особенному. Это круто. Не знаю. Мне нравится вся вот эта вот приблуда моя. Я специально даже в какой-то момент начал делать именно так. Я мог все это делать по одной прямой, знаете. То есть, по линии все выстроить. Но у меня здесь хаос и не киберпанк. Какой-нибудь стимпанк или что-то типа того. Не знаю. Дизельпанк. Какая-то такая жесть. В общем, ладно. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Называйте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok